Будет утренний у нас хоровод у ёлки. Будет утренний у нас хоровод у ёлки. Этих юных исполнителей боятся прервать даже те, кто вызывает доноров на процедуры. Маленькая сказка. В разгар рабочего дня в Вологодской станции переливания крови – подарок волокжанам на Новый год. Дед Мороз и Снегурочка в холле развлекают посетителей загадками, а руководство награждает отличившихся. Ежегодно у нас проходят такие акции. Мы поздравляем доноров. Служба крови поздравляет доноров в конце года, подводит итоги своей работы. И вот часть итогов, которая сегодня была озвучена. В целом 2017 год стал для станции переливания крови относительно стабильным. За год на станции смогли заготовить больше 10 тысяч литров крови, привлечь несколько тысяч новых доноров и, конечно, спасти сотни жизней. И делали это по-разному. Проводили акции, например, «Автопробег», организатора которого наградили прямо в зале. Конечно же, не обошлось и без вручения звания «Почетный донор». Заветную красную книжку получила Ирина. Девушка начала сдавать кровь в 18 лет. И сейчас, к 25 годам, она смогла поделиться с нуждающимся почти 20 литрами собственной крови. Тем более, что и Резус – один из самых востребованных. Первая отрицательная. Мне 25. И, в принципе, я хотела это сделать еще быстрее. Вселенаправленно к этому шла. И очень рада. Кровь, плазму, тромбоциты тоже. Хочется помогать людям. Многие говорят, что это очень легко, но немногие сюда приходят. Сегодня муж, он меня поддерживает. Ну, некоторые относятся к этому скептически. Станция переливания крови, несмотря на длительные новогодние каникулы, ждет доноров. В уходящем году учреждение будет принимать желающих помочь до пятницы, а в 2018-м откроет свои двери уже 4 января. Единственное, о чем предупреждают специалисты, необходимо записаться. А тем, кто кровь давно не сдавал, еще и пройти обследование у лечащего врача. Перед процедурой за сутки следует отказаться от алкоголя, а также чрезмерно жирной пищи. Павел Громов, Василий Попорин. Время новостей.